Даронин Алексей. Симбионты. Часть 2. Поздно вечером он увидел в небе силуэты больших серых птиц. Они летели с севера на немаленькой высоте неровным клином. В первый раз много лет назад, увидев эти силуэты, похожие на гигантских журавлей, Крысолов так и подумал, что это добрый знак. Но присмотрелся, и слова застряли у него в горле. Птицы были странные. Никакие ни журавли, ни орлы и даже ни аисты, приносящие младенцев. Узнав про них побольше, он понял, что эти летучие монстры детей действительно могли поднять, но только чтобы унести, а не принести. Он не шибко разбирался в пернатой живности, но то, как они летели, как двигались их крылья, все это было больше похоже на динозавров. Из кина этого, как его там, не русского, а Спилберга. Но теперь твари выглядели еще крупнее, словно за прошедшие годы появились новые породы журавлей, еще более бройлерные. Они с детьми спрятались в придорожном кафе и сидели тихо, как мыши. Крысолов приготовил двустволку, но понимал, что на открытом месте толку с нее будет мало, если атакуют все летуны разом. А крыша, даже хлипкая, давала защиту. Еще была надежда на то, что у твари есть инстинкт самосохранения, и они не самоубийцы. Высунулся на разведку он только через полчаса, когда стемнело. «Черт, а с два бы ты их подбил, когда они парят. Даже не попал бы. Слишком высоко. Тут нужна крупнокалиберная винтовка или пулемет». Несмотря на то, что днем было тепло, а ночами они согревались у костра, три ребенка из самых мелких почувствовали себя плохо. Их знобило, рвало, они перестали есть и сильно ослабли. Переходы через холодные ручьи, выматывающая многодневная прогулка и сон в холодных подвалах не пошли им на пользу, хоть он и старался беречь их. Теперь его спутники стали еще более плохими ходоками, ведь скорость отряда вычисляется по самому медленному. Возможно, болезнь была вызвана отравлением. Кроме мяса они употребляли в пищу грибы и растения, которые бродяга определил как съедобные. Но он мог ошибаться. Этот мир, в отличие от прежнего, быстро менялся. А могла быть причина еще хуже. Что, если он плохо проверил воду? Как раз недавно прошли сильные дожди, которые принесло с запада, и источники могли быть отравлены, даже грунтовые воды. Этот участок был обозначен на карте как непроверенный. Они береглись как могли, и во время переходов были в дождевиках с капюшонами, а от дождей прятались так, будто те из кислоты. Еще в низинах в некоторых истреченных источниках вода выглядела чистой, но оказалась слегка светящейся по счетчику. А в других была мутной, но не зараженной. Именно ее набирали в канистры и пластиковые бутылки, несли с собой. Но сначала отстаивали, а потом кипятили. В горах, хоть тут раньше и не было ни городов, ни ядерных объектов, бдительность Василий не ослабил. Среди вещей, которые у крысолова были всегда при себе, имелся переносной радиометр. Незаменимая вещь. На маленьком дисплее рядом с греческой буквой «гамма» каждую секунду сменялись цифры. Он хорошо научился пользоваться такими штуками, хоть в школе прогуливал ОБЖ. Эта модель была одной из последних. Даже без батареек можно обойтись, есть панель, заряжающаяся от солнечной энергии. Хотя большой войны с применением ядерного оружия не случилось, несколько бомб все же взорвались в разных уголках Земли, в период хаоса и коллапса. Но дело было не в них. Остаточная радиация уже давно обезвредилась, а в мирном атоме и хранилищах отходов. Первые из них дали течь еще в эпоху пандемий, а когда пришел потоп, и цивилизация начала рассыпаться, как башня из кубиков, не все реакторы успели заглушить. А многие просто затопило наводнением или даже снесло цунами. Вот откуда до сих пор исходили опасные облака, выпадавшие на испорченные земли дождями. Он давно понял, что на открытых местах большой пользы от оценки фона в воздухе нет. Ведь от него не убежишь. С ним можно только смириться. Зато с помощью этой штуки можно проверять пищу и воду, которая, будучи зараженной, повлияет на человека изнутри куда сильнее, чем прилетающие снаружи частицы. Да и помещение тоже не мешало проверять, особенно подвальные, где скапливались газы тяжелее воздуха. Еще была портативная радиостанция. С ее помощью Крысолов надеялся поймать передачи уцелевших людей. Но пока на коротких волнах и на УКВ удавалось ловить только статические помехи. Часто эта статика вместо обычного тихого фона звучала, как игра безумного оркестра с пьяным дирижером. Солнечная активность, мать ее. «Лучше уж была пассивность, толерантненькая!» – хмыкнул бродяга. Но светило решило так, и с ним не поспоришь. Василий ненадолго сомкнул глаза и сам не заметил, как уснул. На карауле оставался Илья. Разбудили его крики детей. Оказалось, что один из мальчишек, Сережа, пропал. Взяв двустволку, Крысолов вышел на крыльцо полуразрушенного дома, где они остановились на ночь. За ним плелся, протирая глаза, незадачливый караульщик, который тоже уснул не вовремя. Нога Васьки вступила во что-то липкое. Наклонившись к пятну, Крысолов поморщился от запаха. Пахло теми, кто был здесь. Едкий звериный запах, желудочный, рвотный, знакомый ему. Он уже все понял. Правда, тело не было видно. Потом он увидел кровь на дощатом настиле, стекавшую вниз по ступенькам и уже начавшую засыхать. Гиены. Или псы их более крупный подвид. Набросились прямо на крыльце, а потом утащили и загрызли. Набросились настолько жадно, что одну вырвало. Может, это была особенность их пищеварения. Он не знал. Может, у них слюна кислоту содержит. И понятно, что Сережка вышел к ним сам. В дома они редко вламывались, только зимой, когда голодные были. Теперь они уже не голодные. Поэтому просто ушли. А горе-караульщик так и дремал в коридорчике-предбаннике. Дети из-за их спин быстро оглядели место расправы и также шустро юркнули обратно. Не было ни криков, ни слез. И тут уже дело не в том, что смерть для них стала такой же частью жизни, как сон. А в том, что состояние их близко к шоковому. При таком не истерят и не бегают в ужасе. Крысолов пока не сказал им еще кое о чем. Что под навесом, где их не размыл дождь, сохранились следы. И среди множества похожих на собачьи есть несколько следов, смахивающих на человеческие, только очень крупные. Не сказал, что скорее всего здесь у останков коровы побывали одни и те же существа. Двуногие и прямоходящие. Василий вспомнил, как за несколько часов до страшной гибели пацан говорил, что кто-то следит за ними из кустов. «Я знаю, дядя Вася, кто это? Это бес! Бабушка говорила, они черные как ночь и пришли на землю, когда люди Бога забыли. Мы от них вокруг деревни знаки расставляли, перечеркнутые». Крысолов только усмехнулся тогда. На островке имелись свои суеверия. Везде, где он бывал, люди кормили друг друга сказками о нечисти. Реальность была еще страшнее. И проще все объяснить чертовщиной. Но никого еще суеверия не спасли ни от измененных, ни от болезней, ни от голода. А Сережка сам виноват. Вышел, чтобы подкараулить своего черта, бесать демона или как его там. Точно. Вон ружье лежит. Хорошо, что не погрызли и не сломали, хотя и обслюнявили. Василий подобрал старый дробовик и унес в дом. Вскоре ему попались обглоданные кости и детский череп, метрах двадцати за воротами. Нашлись и обрывки одежды пропавшего мальчишки. Окровавленные и тоже пахнувшие зверем. Значит, не черти, а обычные твари собакообразные. Гиены совсем обнаглели тут, не боятся ничего. Но что если... В это трудно, невозможно поверить. Что если кто-то мог натравить этих псов на людей? Надо торопиться. Мало им как будто птичек. Хорошее выбрали место для привала, блин. Большая черная муха кружилась в комнате. Крысолов прихлопнул ее. Тоже, наверное, кровь может пить. Он собрал старших. Было свежо, но не холодно. Утреннее небо выглядело почти ясным. Луна еще хорошо просматривалась на нем. Они стояли перед ним в ряд. Штаны подпоясаны чем попало. Свитера мешковатые, в затяжках, в дырках. О стиле и красоте давно уже никто не думал. И взгляды не детские, совсем не детские. Вернее, не как у детей с прежнего до потопного времени. Нынешних маленьких дикарей трудно представить рисующими в альбоме, что-то читающими или играющими на компьютере или смартфоне. Хотя в деревне были у них такие же дикарские, как они, примитивные игры. «Я должен вам рассказать», – произнес Василий и замолчал надолго, глядя в потолок. «Один раз на юге, на болотах, когда я плавал за Хабаром, в затопленный город, где дома торчат из воды, как в этой, мать ее, Венеции, я сломал ногу. Ковылял потихонечку до берега, где лодку оставил, сделал из палки костыль. И мне попались они. Точнее, я им чуть не попался. Еле успел спрятаться под ржавой машиной. Уроды, мутанты, но особенные. Они похожи на людей. Слегка ходят на двух ногах и соображают немного хитрые. Хотя и не пользуются предметами, но могут. Наверное, как-то с другими животными снюхаться и их приручить. Короче, они примерно как гориллы. Но эти обезьяны, они хищные. У них офигенные когти и зубы. Ростом они с человека, но весу в них раза в два побольше. И шкура, как кора. Я не знаю, от кого они произошли, да и без разницы. Но жрут они точно мясо. Тогда я чудом спасся. И я видел след такой твари поблизости. Может, она, а не гиена, убила Серегу. А собаки только съели труп. Василий выдохнул, закончив свою речь. Виски ломило от напряжения. Но он должен был это сказать, чтобы предупредить их. Потому что обычные рецепты, помогающие при встречах с неразумными зверями, против этих монстров не работали. Ловушки они обойдут и нападут тогда, когда меньше всего ждешь. Значит, отныне при каждой стоянке лагерь будет подготавливаться как крепость. Только первые этажи кирпичных домов с решетками и запасным выходом. И чтобы обе двери крепкие и закрывались на засовы. А самому спать придется пореже. Ведь это его вина. Он был уверен, что так далеко на севере они не встречаются. Он ожидал увидеть ужас на лицах детей. Но произошло нечто совсем странное. Заплакали только самые маленькие. А те, кто постарше, выглядели скорее разозленными. Видимо, даже у горя есть предел. И если злиться на обычных животных глупо, то на почти людей можно вполне. Когда он зашел в комнату, то увидел, что по рукам ходит черный фломастер. Точнее, маркер. Они нашли его в доме наверху, в шкафчике. И как-то сумели отмочить, чтобы им снова можно было пользоваться. Он думал, они просто собираются рисовать на стенах, скоротать время. Но теперь у каждого на лице была нанесена настоящая боевая раскраска, состоящая из крестообразных узоров. «Это защитные знаки», – объявила Жанна. «Я в книжке читала. Против посланцев ада должно сработать. Хорошо придумано?» Василий чуть не подавился куском сушеного мяса. Откуда она это взяла? В какой-нибудь фэнтези про вампиров? Видит ли она разницу между правдой и вымыслом? Ему вдруг стало страшно. Похоже, взрослые пустили дело воспитания на самотек. И вместе с полезными знаниями дети впитали, что попало. Что будет, когда последние из его поколения уйдут? Крисолов даже не пытался разуверять их. В этой наивной убежденности было что-то подкупающее и трогательное. «Глупые детки, никому еще фокусы не помогли», – хотел сказать он. Но вспомнил, сколько раз сам прибегал к фокусам. Ведь он, который до катастрофы был обычным охранником-вахтером, выдавал себя то за военного, то за ученого, то за батюшку-священника, когда надо было втереться в доверие в деревнях, куда он приходил и приплывал. Кое-где просто торговал, где-то подворовывал и скрывался с добычей, чтобы больше там не появляться. А где-то делал и что похуже. Нет, собственноручно он никого не убивал, все получалось само. Но совесть все равно была нечиста, об этом он пока не готов рассказать. Скажет на месте, очистит душу. Василий остался единственным бледнолицем в окружении раскрашенных индейцев, вышедших на тропу войны. Сам он в магию примета не верил, не особо верил и в бога, но тихо попросил его, Белобородова на облаке, помочь им дойти до цели. Они шли цепочкой. Те, у кого остались еще силы, катили тачки. Кто-то помогал идти малышне. Замыкая колонну и прикрывая ее тыл, шли старшие. В руках у них были ружья. Свою двустволку Василий держал на готове, решив патроны больше не беречь. Увидев этих существ стрелять на поражение, он шел первым. Дети не плакали, не играли на привалах и молчали, как маленькие взрослые, или маленькие старики, или маленькие обезьянки. Части человеческого скелета, а может отдельные кости от нескольких, были разбросаны у дороги рядом со старой автопокрышкой от большого грузовика, через которую поросли какие-то ползучие растения. Кости были дочисто обглоданы совсем недавно. Но одна из лиан уже успела пройти через грудную клетку. Уцелевший, которому не повезло. Здесь они остановились. Несколько секунд бродяга изучал следы там, где земля была мягче. Если с каких-то участков плодородный слой смыло, то сюда его принесло в виде ила. Какой высоты должна быть волна цунами, чтобы сюда дотянуться хотя бы раз? Сколько тут метров над уровнем моря? Хотя после потопа этот уровень явно надо пересчитывать, подумал Василий. А липкую дрянь могли принести и дожди, и смерчи, и даже вулканические гейзеры. Обменявшись взглядами Жанны и старшими парнями, он указал им на отпечаток ноги на вязком грунте. Вдруг Василию причудилось движение на горизонте. Он поднял бинокль, поднес глазам и застыл. Несколько силуэтов на холме. Как водомерки на пруду, они быстро скользили по поверхности земли. Четвероногие. Но вот рука крысолова дрогнула. Он увидел, как один из них поднимается на задние лапы или ноги. Рассмотреть получше не удалось. Через несколько секунд там уже никого не было. Странные тени скрылись за гребнем холма. Похоже, они следовали за путниками, держась на расстоянии. Между тем, уцелевшие были еще далеко от цели. Дорога вела их к зеленому плоскогорью. Об этом месте ему рассказывал другой бродяга, живший там раньше, но изгнанный за нарушение правил. Там поселилась какая-то община, но неизвестно, что с ней стало. Вроде бы на плато, которое до потопа было почти необитаемым, теперь сложились очень благоприятные условия для жизни. Можно снимать два урожая в год. Климат похож на прежний, субтропический. Растут хвойные и лиственные леса. И нет вредных насекомых. И главное, никаких тварей. Воздух им не подходит. Но туда еще надо дойти. Оставалось около 50 километров. Что-то подсказало Василию, что лучше идти не по главной дороге, которая дальше пролегает по узкому ущелью, и в нескольких местах еще и перерезается завалами, а двигаться напрямую через пустыри, заросшие невысокой травой. Да, это чуть дольше, зато там будет хороший обзор, и никто не подберется к ним внезапно. Через день пути, ночью дежурили посменно, когда все почувствовали, что снова поднимаются в гору, и изменился даже воздух, он собрал всех в кружок. «Здесь мы разделимся», – сказал Крысолов. «Я пойду один, на разведку. Стая, скорее всего, увяжется за мной, но я выкручусь. А вы переждете пару дней на заводе, в нескольких километрах отсюда. Место безопасное, там и до катаклизма никто годами не появлялся. Тварь туда тоже не заглядывают. Зачем, если жрать нечего? Идите по высохшему руслу, так вас не видно будет. Потом через пару километров выбирайтесь, слева будет дорога. По ней на запад, и никуда не сворачивайте. А я через пару дней за вами приду. Если все пойдет нормально. Если не приду, добирайтесь сами. Вот вам карта». Карта с пометками была залогом того, что он не бросит их. Она являлась ценностью, которую просто не выкинешь. Карты так и осталось мало, а таких, где все обозначено как в нынешнее время, а не как было раньше, нету вообще. Да и продукты он им отдал все, кроме небольшого пайка для себя. И компас тоже. По крайней мере, это даст им время. Ведь те, кто скрываются в ночи, уже настроились на сытный ужин. А может еще и на развлечения от охоты. Кажется, они больше, чем просто звери. Они помнят, что людей довольно много, но потеряв их из виду, всех, кроме одного, не будут искать по округе. Для этого их интеллекта не хватит, а пойдут за ним. Как те самые крысы из сказки, на это он надеялся. Как увидите бетонный забор, идите вдоль него, пока не дойдете до КПП. Заходите внутрь, мимо будки и шлагбаума. Там за стеной штук 10 корпусов. Идите в самый ближний. Жратвы там нет, да и ценных вещей тоже. На первом этаже только ржавчина и много костей. Не бойтесь, они вас не тронут. Там было запасное укрытие моего кореша-бегемота, царствие ему небесное. Это он мне все рассказал и схему накорябал. Поднимитесь на четвертый этаж, осторожно, там лестница разобрана. Положите доски, как мостик через пролом, а потом за собой их втяните. Там вы сможете пересидеть. Если не вернусь, как договорились, добирайтесь до зеленого плоскогорья сами. Ну, удачи. Ружья, кроме своего, он тоже оставил им. Вася не ожидал уговоров, знал, что не будут они его отговаривать. Так и случилось. «Хорошо», – спокойно произнесла Жанна. Маленькое племя двинулось вслед за ней по шоссе. «Удачи и вам». Этот мир давно не знал пустой сентиментальности. Она погибла вместе с почти восемью миллиардами лишних людей. Детишки восприняли его поступок как должное, без всякой признательности. Девушка пошла впереди, изредка светя фонариком, место замыкающего занял Илья. Дети очень не хотели бросать тачки, но Василий настоял. Мол, по ним вас найдут где угодно, от колес остаются борозды, а на асфальте грязные следы. «Вещи переложили в рюкзаки. Да, будет тяжело, а кое-что пришлось бросить. Но на плоскогоре, мол, им могут встретиться дружественно настроенные люди. Ах, это сладкая ложь». «Скажите там, чтоб были внимательнее. Эти уроды могут и на них полезть!» Крикнул им вслед Василий, думая, доберутся ли дети хоть куда-нибудь. Но надеялся. «Никто не сказал больше ни слова и, возможно, даже не посмотрел в его сторону. Раз он так делает, значит, так надо. Значит, так угодно. Даже не богам, а всему мирозданию. И никто из них не сказал спасибо. В этой детской непосредственности была своеобразная мудрость. Иногда долгие проводы и демонстративная жалость к другим только мешают. А благодарность? Какая к черту благодарность? По его вине погибли их родители. За что же они должны его благодарить? «Что на меня нашло? За каким хреном я это делаю?» Думал Крысолов, криво усмехаясь. «Ради кучки малолетних зверенышей, которые меня и не вспомнят? Или чтоб мои старые грехи исписать?» Скорее всего, второй вариант был верным. Что, если ему напоследок захотелось обдурить карму так же, как он надувал людей? Исправить все свои накопившиеся грехи одним добрым поступком? Если получится, он станет жуликом высшего уровня. Подождав, пока последний из них не скроется в русле высохшей реки, которая выше по течению была загружена камнями и глиной, землетрясения теперь случались гораздо чаще, охотник направился на север по широкому шоссе. С ним остался его рюкзак, в котором было только то, что нужно для короткой вылазки, плюс запас пищи на трое суток. Вокруг была привычная земная природа. Тут и там попадались сосны и ели. Вокруг дороги все заросло обычным кустарником. Крысолов понял, что ему казалось таким неправильным, когда они шли через низины. То, что среди звона насекомых ни одна птица даже не чирикнула. А здесь они были. Обычные – воробьи, сороки и еще какие-то. Птерозавры, слава богу, остались позади. Видимо, еще не успели заселить эти горы. Конечно, изменения климата и другие напасти должны были многие виды убить. Он часто видел странное поведение животных. Травоядных, которые загрызали друг друга, хищников, которые бросались в пропасти, птиц, выкидывающих собственные яйца из гнезд, муравьев, строящих дома странной формы, будто у них поехала крыша. И это обычные, измененные. От них вообще не знаешь, чего ожидать. Хотя они выглядели более приспособленными. С каждым годом измененные заменяли собой привычные виды все активнее. В первые месяцы после потопа он видел гигантские тучи саранчи, которые кружили над полями, как пылевые вихри. Был и демографический взрыв обычных лягушек. Они чуть ли не с неба падали, потом куда-то исчезли. Земля меняла хозяев. Но, суки, вы у меня получите. Оставался один шанс. Заманить монстров-охотников в ловушку и сделать так, что им станет не до поиска в добыче. Всех он вряд ли убьет, но надо уничтожить хотя бы половину. Он шел, обдумывая план, и поэтому поздно обратил внимание на то, что мягкая земля вокруг изрыта чем-то вроде кротовых нор. Холмиков рядом с ними не было. Странно, раньше он такого не видел. Внезапно в шаге от его ноги раздался свист. Крысолов оцепенел от неожиданности, но успел отпрянуть, прежде чем из ямки высунулась плоская голова размером с человеческий кулак. Вслед за ней показалось тело, похожее на поливочный шланг или щупальца осьминога. То, что он вначале принял за обычную змею, было обладателем гладкого туловища с перетяжками, как у дождевого червя. Кожа была бледная, скользкая, почти прозрачная, покрытая странными наростами. Под кожей переливалась какая-то жидкость и пульсировали пучки причудливо перевитых вен. Василий вспомнил гюрзу, которая в далекой юности чуть не свела его в могилу. Но нет, ничего похожего. Та была обычная земная тварь, а эта... Этому название вообще не придумано. Извиваясь и раскачиваясь, создание приближалось к человеку. Боком, что совсем не в повадках обычной змеи. Его движения были как у жуткой гусеницы, но то, что казалось хаотичными подергиваниями, сокращало расстояние до жертвы с каждым броском. Василий пошарил по карманам, ничего подходящего. Разве что свернутый во много раз пакет для продуктов, какие раньше предлагали всем на кассах в супермаркетах. Когда оно было почти рядом, длинный язык, похожий на хоботок, высунулся из пасти и закачался почти у лица человека. Раззявленный красный рот, похожий на воронку, был усыпан изнутри рядами острых зубов. Крысолов среагировал в последнюю секунду, набросив пакет на голову змеи. Пакет тут же прожгло изнутри чем-то едким, он увидел, как оплавился пылителен. Плюется ядом или кислотой. Держал крепко, но чуть не упустил, настолько сильным был второй бросок. В следующую секунду существо вырвалось, начало выбираться на свободу. Но раньше, чем тому это удалось, крысолов ударил прикладом винтовки, целясь в голову. Чтобы стрелять, надо прицелиться, а это невозможно, потому что надо было парировать броски. Первый удар тварь словно не заметила, второй чуть оглушил ее и прибил к земле. Василий выхватил нож, который использовал для разделки тушь. Как оружие, применять его приходилось редко. Он только свежевал им добычу, открывал банки и прорубал дорогу в джунглях. Удар пришелся по бороздке, окомлявшей тело твари. Брызнула темно-синяя кровь, от змеи отвалился большой кусок, словно ломать колбасы. Но двигаться остальная часть не перестала, даже попыталась дотянуться до своего обидчика. Отступив на шаг, крысолов попытался увеличить дистанцию. Тварь метнулась к нему, уже не боком, а как распрямившаяся пружина. Похоже, она определяла положение противника не глазами. Если они у нее вообще были. Вася увернулся в последний момент и чертыхаясь поднял двустволку. Выхода нет. Выстрелил почти в упор дробью, и металлические шарики пробили червя переростка, стреляющего ядом, насквозь во множестве мест. Тот забился в корчах, разбрызгивая кровь. Василий позволил ему подергаться в конвульсиях, а потом, убедившись, что тот не может атаковать, добил несколькими ударами приклада, дробя каждым ударом одну из секций. Приклад и нож лучше голой руки, пистолет лучше ножа, а винтовка или ружье лучше пистолета. А против твари часто нужны или мощные патроны, или большой разброс. Двустволка хорошо сработала, но боеприпасы в любом случае надо экономить. Были у него несколько тайников в разных местах, далеко отсюда. Надо туда наведаться, но это потом. Блин, может зря я, чертыхнулся он. Лучше бы еще подрался, одолел бы и в рукопашную, а так сбегутся чудища похуже. Впрочем, пусть сбегаются, кое-каких он наоборот хотел приманить, поэтому надо идти на виду и не прятаться. Охотник брезгливо оттащил обезглавленный труп гигантского червя с учковатой палкой, как багром, от себя подальше. Кровь была теперь черной и липкой, а может вытекала и ядовитая слюна. И он был уверен, что это несъедобно. Фу, мерзость! Червь укатился во вражек, оставив за собой склизкий след. Просто живое биологическое оружие. Крысолов вытер нож, убрал в чехол, выкинул тряпицу, перезарядил оружие. Патронов осталось мало. Некоторые твари боятся стрельбы, а других она наоборот привлекает. И обезьяны как раз из таких. Людей они не боятся от слова совсем. На пустыре рядом с дорогой, возле того, что раньше было автозаправкой, стояла мертвая раскидистая сосна. Похоже, дерево умерло после пересыхания речки, но еще и не думала падать. А остальной лесок погиб еще раньше. От похожего на колонну основания на высоте 4-5 метров расходились мощные корявые ветви. Сейчас, без иголок, они казались руками с растопыренными пятернями. Говорили, что на растения эта мутагенная хрень тоже влияет. Молодые растут неправильными сразу, но даже старые могут меняться. Плоды вдруг делаются несъедобными, или ветки растут не так, или листья меняют цвет. Иногда эти изменения шли волнами, и могло показаться, что путем проб и ошибок природа ищет более успешный вариант. Но выглядели эти попытки жутко. Это хвойное дерево как раз могло пострадать в первое послепотопное десятилетие. За его спиной кто-то утробно зарычал. Василий повернулся, но ничего не увидел, кроме кучи слежавшегося мусора. «В животе, что ли, бурлит?» – подумал он. Нет, показаться не могло. И в тот момент, когда человек уже собирался идти дальше вдоль трассы, куча зашевелилась. Что-то большое, бурое задвигалось, отряхнулось, поднялось на лапы. Это было живое существо. Оно направилось в его сторону, с треском проламываясь через невысокие колючие кусты, покрытые мелкими ягодками вроде малины. У него совсем не было грации гиен. Зверь был не менее опасен, к тому же в несколько раз больше. Такие крысоловы тоже встречались. И они как раз любили сухие земли и леса, а не болото. Своё движение чудище сопровождало раскачистым рёвом, в котором слышались рассерженные нотки. «Мать честная, чем я провинился?» – подумал человек. «Почему не оставят меня в покое?» Укрытий вокруг не было. В том, что существо бегает быстрее, чем он, крысолов не сомневался. Хоть и неуклюжие на вид, но лапы четыре, и вон какие мощные. А вот дерево было достаточно широким в обхвате, чтобы его никто не смог повалить, кроме разве что мастодонта размером со слона. Но таких он ещё не видел. И ни один из знакомых крупных зверей типа гиены по нему не вскарабкается. Залезет разве что мелочь вроде червей, но от них он как-нибудь отобьётся. Залезет кашкозавр, безумный вариант рыси, но они живут в густых лесах, а тут такого не наблюдалось. Залезет и обычный медведь. Но не то, что приближалось сейчас к нему. Он уже и забыл, когда обычных Топтыгинах видел. Ещё залезет умелый человек. Существо подходило медленно в развалочку. Оно не атаковало, ему как будто было интересно, кто перед ним. Кто потревожил его покой. Людей оно, похоже, раньше не видело. Огромная тварь, мощная, мышцы аж выпирают, но дело даже не в размере. И до потопа на Камчатке водились медведи таких габаритов, весом под полтонны или больше. А белые раньше ещё и больше вымахивали. Но тварь была суродливыми, будто из фильма ужасов чертами. Морда напоминала медвежью, как и строение корпуса. Но все черты были гротескно усилены. Да кто ж твои родители, чудо? Может, ты росомаха, которая хорошо отожралась? В другой день Василий испугался бы такой встречи. Но сейчас был едва ли не рад, что это оказались не его старые знакомые. Действовать надо было быстро. Верную двустволку бродяга забросил за спину и начал карабкаться на бугристый ствол, вспомнив детство. Вмиг он был у развилки, откуда расходились толстые ветви, каждая из которых разделялась дальше. Здесь Василий решил остановиться. Только если тварь полезет вслед за ним, тогда он скарабкается на одно из оцветлений. Но был риск. Нет, почти гарантия. Что-то обломится. Он уселся, поджав под себя ноги, и расположился так, чтобы снизу его стало трудно заметить. Снял рюкзак и надежно закрепил в развилке между ветвями, рядом с собой. Тем временем монстр приблизился к дереву, фыркнул и остановился. Наверное, он был подслеповат, да и туп. Он не мог понять, куда делся мелкий двуногий, которого собирался между делом слопать, а потом снова заняться ягодами и большими уродливыми шишками. Учуяв, наконец, человека, животное глухо зарычало, но, как показалось Василию, без особого интереса или злости. Когти скользнули по стволу, слабо, будто нехотя. Они были внушительны и резали кору, как бритвы. Морда была со складками. «Ну и урод же ты!» пробормотал крысолов, тут же захлопнув рот. Тварь даже не повела ухом. Похоже, и слух у нее был неважнецкий. Зато она крутила здоровенной башкой, принюхиваясь. Ее спина размером с двуспальную кровать была бурой и покрыта ссором, как колючки у проснувшегося от спячки ежа. Почему-то Вася подумал, что тварь в основном травоядная. Иначе где столько мяса находит? Но кто травоядный, тот и всеядным бывает временами. Веганы вымерли. «Он не залезет», понадеялся крысолов. «Слишком неповоротливый». И оказался прав. Будь ствол потоньше, никто не помешал бы монстру просто повалить его. Но эта сосна была ему не по зубам, а лезть он, похоже, не мог или не хотел. Все-таки это был необычный медведь. Крысолов бывал на охоте еще до всего этого. И теперь видел еще больше различий. У нормальных бурых мишек лапы не такие и морда другая. Похоже, это что-то вроде сухопутного бегемота средней полосы. Василий не удивился бы, если бы тварь могла переваривать любую траву, ну а мясо – редкая добавка к зеленому рациону. После потопа все крупные животные суши сгинули от бескормицы. Но уже через несколько лет будто пробку выбило и полезли измененные. Почти для каждой привычной ниши нашелся свой аналог. Спустя пять минут зверь полностью потерял интерес к дереву и к тому, кто сидел наверху. Только сейчас охотник заметил, что обитатель горных пустошей подволакивает одну лапу. Ранен или больной. Но это делало его только более опасным. И перспектива того, что зверюга заночует в этом месте, совсем не радовала. Хорошо бы избавиться от него, но выстрел может привлечь других. А он и так потратил целый патрон на червяка. Наверняка с одного выстрела мишку-росомаху не завалить. Да тут может и пяти не хватить, если вообще удастся пробить его шкуру, точнее череп. Стрелять в другие части тела бессмысленно. Между тем медведь внезапно забеспокоился, начал кружить, подходя все ближе к стволу дерева, пока не прижался к нему спиной. Шерсть его топорщилась. И тут крысолов услышал звуки, которые уже несколько раз мерещились ему по вечерам. От сидения в неудобной позе затекли ноги. Пытаясь их размять, бродяга чуть не упал с четырехметровой высоты. Темнело. Закат был окрашен не в кровавые оттенки, как раньше, а в желтый гнилостный цвет. Свет быстро умирал. Только на западе оставалась узкая светлая полоса, ровная, будто просвет из-под двери, за которой в комнате горит люстра. «Ёперный театр!» тихо выругался бродяга. Была какая-то злая насмешка в том, что венец творения, хоть по Дарвину, хоть по Библии, вынужден сидеть на ветке и всматриваться, вслушиваться в темноту, где бродят безмозглые, но крайне опасные порождения. Уже не простой природы, а сошедший с ума. Если раньше Василий жалел, что у него нет пулемета, то сейчас думал, что не помешал бы прибор ночного видения, или хотя бы фальшфеер. Сам он уже почти ничего не мог разглядеть, кроме смутных очертаний, но прекрасно слышал тяжелое дыхание громадины. Никуда она не уходила. Спокойно кормилась травой, которую ни один земной медведь бы и не переварил. И, видимо, собиралась еще подождать, не появится ли мягкотелая добыча. Похоже, она успокоилась. Те, кто ее, или его, встревожили, ушли. А вот Крысолов не собирался торчать тут долго. «Малявки, наверное, уже заждались», подумал он. «Если не удастся выманить на себя этих обезьянних-ублюдков, доберусь до завода и пойдем все вместе». Странно. Здесь просто какое-то собрание нечисти. Он ощущал себя странно от своей благотворительности. Может, не надо было и начинать. Стоит начать, и уже невозможно остановиться в попытках стать хорошим. Совесть. Кто ее придумал? Можно попробовать рискнуть и спрыгнуть. Может, тварь, которая оказалась тут так не кстати, не была такой уж скоростной. Он не знал, как быстро сможет разогнаться эта туша на трех лапах, и как долго станет преследовать его, если он достаточно оторвется. Она наверняка атакует, даже если сейчас и не собирается. Сработает охотничий инстинкт. А прогулочным шагом, глядя не ей в глаза, но в ее сторону, отойти он вряд ли сможет. Кто же ты, дикая тварь, из дикого леса? Что-то даже от бобра есть. Похоже, рыть тоже умеет. Хрен его разберет. Ну, если бы был бобр, то уже бы справился с деревом. Ха! Так, развлекая себя шутками, человек убивал время, а внизу в это время лежал зверь, способный прихлопнуть его одним ударом. Вроде сосед затих, вряд ли уснул. Скорее выжидает. Глаза привыкли к темноте, а вскоре и вовсе взошла луна. Красолов уже настроился спуститься на пару метров и спрыгнуть, когда неподалеку снова раздались знакомые звуки. Более тонкие и высокие, чем рычание бегемота, росомаха бобра-медведя. Это был то ли горестный плач, то ли смех, полный злой девки. Он смотрелся туда, где находился источник звука и почти сразу увидел их. С востока приближались стелющиеся по земле силуэты, похожие на собак или волков. Гиены! Он криво усмехнулся. Да какие, к черту, гиены на Северной Евразии, еще и с размером с небольшого пони. Это звучит как анекдот. Наверное, они были отродем беспородных барбосов с городских помоек, но та дрянь, которая изменила геном, шмином, хреном, изуродовала их родителей, хоть и сделала более приспособленными к новым условиям. Интересно, почему проклятие, которое изменило животных, не подействовало на людей? Почему-то люди только дохли, но не менялись. То самое нечто, что заразило и изменило тварь, похожую на сороконожку, которую он застрелил у себя в доме через пять лет после потопа. В своем новом, уже после катастрофы обретенном доме, когда он думал, что худшее позади, прежний остался на дне моря, которое называли море мечты. Название было издевательским, ведь оно покрыло территории, где жили три сотни миллионов человек. Но у многих из них мечтой было, чтобы соседи, если не померли, то куда-нибудь подальше свалили. Вот и сбылось. У всех. Но застрелил не раньше, чем она успела покусать его жену и маленького сына. Нет, они не стали тварями, конечно. Даже если это вирус, он не цеплялся на взрослые организмы. Говорили, что он заражает только эмбрионы, икру, яйца и тому подобное. Короче, зародышей. Вот они, его дорогие, умерли от чего-то похожего на заражение крови. Хотя он мгновенно обработал раны, распространившегося стремительно во все стороны от оставленных жвалами царапин. Оставалось много тайн. Очень малая часть измененных животных распространяла заразу. Иначе обычные уже бы вымерли или обратились. Но эти многоножки, как и убившая доктора бабочка, вроде были именно носителями, способными инфицировать. Жаль, на земле тогда уже не осталось лабораторий, чтобы изучать эти явления. Именно после этого случая он стал бродягой и крысоловом, и дальше уже жил, как перекати поля. Никому не мстил, просто все в душе омертвело, вернее, стало таким же мертвым, как это дерево, на котором он сейчас сидел. И жизнь свернулась, жалость до тупого выживания. Воспоминания о семье он загнал так глубоко, что они уже казались ему вымыслом, как те басни, которые он рассказывал доверчивым простакам. Василий стал, как те речные крысы, которых он ловил капканами, обдирал и ел, как гиены. И как обезьяны, кем бы они ни были и откуда бы ни выбрались на свет Божий. Может, из научного центра, а может, из самой преисподней. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше путешествие, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах! Субтитры сделал DimaTorzok